Здравствуйте все! Мы услышали достаточно увлекательный доклад от Дима, который рассказывал о деталях, технологиях, специфике конкретного SEO-продвижения. Я же хочу заняться больше бизнес-вопросами. В первую очередь для тех, кто, возможно, делает организм. Дима привлекает к этому в компании, подрядчиков, фрилансеров, нанимает людей, чтобы делать эту работу и так далее. И вот самый первый вопрос, с чего я хотел бы начать. Есть ли в этой аудитории, кроме SEO-шников и маркетологов, те люди, которые являются заказчиками? Я надеюсь, что как раз для вас этот доклад будет очень полезен. Спасибо. Вкратце о чем мы будем говорить. Начиная от того, с чего стоит начать, какие задачи ставить и как их формулировать. И где, на каких этапах и какие ошибки допускаются и, естественно, что сделать, чтобы этих ошибок избежать. Ну, в первую очередь, перед тем, как вообще приниматься за любые работы по продвижению, нужно для себя определиться, чего мы хотим достичь. И, как правило, вот из нашего опыта очень часто мы сталкиваемся с ситуацией, когда клиент приходит, я хочу продвигаться. А уже второй вопрос, зачем, немножко ставит его в тупик. Вот. И если взять в основных задачах продвижения, то, как правило, это в наиболее подавляющем большинстве случаев все хотят заработать. То есть людям нужно увеличить прибыль. Продать товар, продать услугу, заработать. Кроме этого, с учетом специфики различных сайтов, кому-то интересно получить больше трафика. К примеру, если там новостной сайт или блог, например, личный, тоже у нас такие были случаи. То есть людям просто нужно получить больше посетителей. Кому-то интересно получить топ-позиции просто с точки зрения имиджа. Вот. То есть, допустим, мы там чем-то занимаемся, а наши клиенты, мы их всех там знаем по именам, их 10 человек на рынке. Но тот факт, что они вот не могут даже по названию нашей компании где-то там идти на первом-втором месте, это нас не устраивает. Вот. И в некоторых случаях тоже сейчас становится достаточно актуальным такой инструмент продвижения, инструменты продвижения для решения такой задачи, как управление депутацией. Как вкратце работает? То есть есть основные инструменты, которые позволяют привлечь посетителей к вам на сайт. Вот. И дальше после этого, то есть очень многие компании, очень многие заказчики, в принципе, на этом же этапе останавливаются. То есть посетители пришли, но для того, чтобы получить результат, нужно понимать, что они делают у нас на сайте. Вот. И как с этих посетителей получить именно то, что нам нужно. Там, ядро аудитории, повторные заходы, количество продаж, там, количество просмотров страничек для того, чтобы больше показов баннеров было и так далее. После того, как мы провели работы по сайту, то есть мы оценили юзабилити, мы нашли проблемы, которые у нас есть с сайтом, мы провели аналитику, какие, допустим, источники для нас работают, какие не работают. После этого обязательно нужно, вот, после аналитики и получения результата, вернуться к первому шагу. И внести изменения в те инструменты привлечения для того, чтобы получить больше отдач. Взяли хорошую группу запросов, но у нас нет желания заплатить нормальную сумму денег за нормальный хостинг. Для того, чтобы оптайм сайта был там не 70%, условно говоря, а хотя бы там 95-99%. Это незнание своего клиента, то есть мы не знаем, кого мы хотим привлечь на сайт и что он на сайте должен сделать, для того, чтобы мы получили из этого выгоду. Вот лично для меня, допустим, для человека, который общается с клиентами, это не самый больший проблем, это нежелание вникать в субпроцессы. То есть даже на уровне общения и в совместном, скажем, достижении этих целей всегда проще это сделать, если человек хотя бы на каком-то поверхностном уровне поймет разницу между инструментами и захочет выслушать и разобраться, допустим, в чем специфика каждого из них. Потому что зачастую приходит так, я хочу вот это, все, больше мне ничего не рассказывай. А иногда на данном этапе получить, допустим, результат для того, чтобы его получить, нужен метод проб и ошибок. И без понимания вот этого подхода первая самая ошибка там превращается в то, что первый говорит, все, все, до свидания, мы поработали, до свидания. Типичные ошибки теперь на, скажем, конкретных примерах касательно поискового продвижения SEO. Это когда звонить в маркетолог, говорить, мы хотим продвигаться, вот вам список запросов, пожалуйста, посчитай. Самый первый вопрос, будут ли эти запросы для вас объективны? Ее просто не интересует, почему-то это в большинстве случаев именно женщины. Почему? Потому что так сказал наш директор. Все. Отказ от выполнения рекомендаций. Естественно, то, с чего нужно начинать любую работу по SEO, это работа с сайтом. Это его оптимизация как под поисковые системы, так и оптимизация с точки зрения юзабильника. Но поскольку там мы большая, крупная компания, корпорация Холдинг, мы там вид внешней странички утверждали вот там три месяца, нам там даже запятую где-то поменять. Нужно пройти этот еще раз путь, поэтому мы любые изменения на страничках просто не создали. Мешательство третьих сторон. Это самый веселый, самый курьезный случай, когда после успешного там этапа договоров, переговоров, начала работ, любые рекомендации, там на любые рекомендации мы получаем ответы. Так вы знаете, наш программист говорит, что это все полная херня, извините. Наш программист говорит, что это для продвижения не нужно. Наш программист говорит, что вот это все нужно делать по-другому. Тогда, соответственно, вопрос, почему же это продвижение для вас делать не ваш программист, а почему вы обращаетесь к нам? Отсутствие коммуникации информированного. Тоже достаточно важный момент, потому что неприятная ситуация, когда ты приходишь на работу, смотришь, вчера была пятая позиция, сегодня она уже как бы нулевая, минимум за пятидесятые. Ты заходишь на сайт, смотришь, а странички уже нет. Вносили изменения в сайте, решили поменять адрес, URL поменялись, страничка переиндексировалась, выпала из индекса, все до свидания позиция нет. Ну и некорректные посадочные страницы, тоже непонимание сути, непонимание технологии продвижения, когда компания, которая продает, они продавали не студианами, и врут там прозрачные панели и так далее. И, соответственно, хотели подавать шабилые туалеты. У них они были, но они просто не хотели как бы размещать их на сайте, чтобы там не портить впечатление и так далее. Но ошибки допускают не только там клиенты и заказчики, которые приходят и обращаются за услугой. Ошибки допускают, к сожалению, и исполнители. Вот, и самый частый из них, это в первую очередь, вот как раз нежелание и непонимание потребностей там заказчика. Там, зачем бы нам не обращался клиент, мы всегда говорим, вам нужно продвижение, вот вам десять запросов, работаем. На самом деле, даже попытка оппонента решать, именно эти запросы, задачи не удовлетворят ли потребности, правила, ну, очень часто не возникают. Использование рентабельных инструментов. Почему рентабельных, в скобочках? Потому что есть инструменты рентабельные для заказчика, и есть инструменты рентабельные для исполнителя. Вот как раз вот исполнителям наиболее выгодно использовать как раз вот такие рентабельные инструменты, зачастую не беспокоясь о том, дадут ли они адекватную отдачу заказчику. Отсутствие привязки к бизнес-метрикам. Тоже очень важный пункт, который на сегодня становится все актуальным, то есть это обсуждалось вот на круглом столе. Условно говоря, когда мы запускаем контекстную рекламу, у нас там есть целый ряд показателей, начиная от количества показов, CTR, стоимости клика, средней позиции, выдачи и так далее, и так далее. Но если говорить категории бизнеса, то все эти показатели, они на самом деле никаким образом не влияют на то, что хочет клиент на получение прибыли. Потому что при прочих, допустим, равных показателях, мы можем их улучшить, но клиент хочет зарабатывать меньше. У него увеличится стоимость привлеченного клиента, у него увеличится там стоимость повторных продаж и так далее. И это все как раз отсутствие понимания, то, что, окей, у нас может быть там предельно низкий коэффициент CTR, у нас может быть там предельно высокая стоимость, но если при этом все, клиент получает там, скажем, удобную для него, неприемлемую для него стоимость привлечения одного клиента, то эти показатели будут для него работать. Ну и, соответственно, опять же, ряд практических ошибок, которые возникают с SEO, которые, к сожалению, тоже встречаются. То есть, начиная с того, что вместо того, чтобы предложить там 10, наиболее, скажем, эффективных запросов, которые дадут не только неплохую посещаемость, на которые дадут еще хороший качественный трафик, лучше предложить клиенту 20 низкочастоток, которые быстро выйдут в топ, на которые могут не дать нужную отдачу, но клиент оплатит вам за топ, топ есть, условия договора выполнена. Нежелание, опять же, SEOшник, ну, как бы, тут уже это все встречается все реже и реже, то есть, грамотно посмотреть, насколько там, какие странички стоит продвигать, какая страничка будет релевантна. А то мы смотрим там, у нас есть пул с 25 достаточно разноплановых запросов, а, и что там парится? Запускаемся на главную, надоедем. Будет работать. Точно такие же вопросы возникают в ситуации, когда сайт, допустим, построен на специфической самописной CMS, где тяжело внести требуемые изменения, где тяжело и нужно много усилий вложить, чтобы сделать правильную перевернувку. Вот, и иногда вместо того, чтобы там заниматься решением таких вот проблем, за которые клиент вроде как бы не платит, он же платит там за позиции, мы решаем, а, запустили там, немножко не хватает полнослить запросов, ссылочка на это. Ну, и тоже одна из самых важных проблем, то, что SEOшники зачастую ориентируются не на тех людей, которые будут заходить на сайт, которые увидят, скажем, те работы, которые мы провели по сайту, а ориентируются на поисковую систему, то есть выложили SEO-текст, а то, что он, скажем, мягко говоря, нечитабельный, SEOшника уже не интересует. Нам нужна плотность запросов, все, больше ничего. Мы прописали сниппеты, в которых включаются наши поисковые запросы, перечисленные через запятую, но мы абсолютно не обращаем внимание на то, что именно этот сниппет человек увидит в результатах поисковой выдачи. И именно по результатам, скажем, вот этого контакта, приметь решение, переходить именно на этот сайт или перейти на сайт конкурента. Исходя из этих всех проблем, теперь, скажем, несколько таких практических рекомендаций для вас, для заказчика, SEOшникам и исполнителям, тоже интересно, наверное, будет послушать, то есть кто должен заниматься продвижением сайта. Нужно для себя определить ряд критериев, исходя из ваших потребностей и задач, именно по этим критериям оценить каждый из тех исполнителей, которые вы планируете привлечь, и выбрать из них, соответственно, лучшего. Начиная с того опыта работы, который есть, то есть, если оптимизатор, SEOшник или компания ни разу не продвигала сайты в конкурентной тематике, уверять им, допустим, продвижение интернет-магазина или сайта по форексу, ну, немножко, по-моему, крестово. Точно так же, тут вопрос, понимает ли ваш исполнитель будущий, ваши потребности, и сможет ли он вам предложить именно те стратегии, именно те инструменты, которые смогут их эффективно реализовать. Вот. На сегодня, допустим, SEO тоже очень важно на структуре инвера. Почему? Потому что поисковые системы меняются, вносят алгоритмы, и мы должны понимать, если мы не добьемся результата, то есть, что мы получим в итоге, сможет ли нам наш исполнитель предложить какие-то новые инструменты, и как он нам сможет компенсировать те потери, которые мы понесли. И еще один очень важный момент, который, к сожалению, понимают далеко не все, кто должен был бы это понимать, то, что залог эффективности любого сотрудничества это аналитика, грамотные выводы. Потому что, опять-таки, наличие запроса в топе, абсолютно не значит, что это позволяет, допустим, клиенту зарабатывать. И точно так же ситуация, когда запросы вместо пятой позиции находятся на 8, вполне может быть, что такой результат для него является достаточно рентабельным и достаточно выгодным для того, чтобы продолжать работать дальше. И если рассматривать на категории исполнитель, то их, условно, можно разделить на три группы. Компании, которые занимаются продвижением, ну и маркетингом в целом, это фрилансеры, то есть такие себе специалисты, которые, может, работали на компанию, может, там, вчерашние студенты, которые делают это сами. и штатные сотрудники, которые, в основном, крупные компании нанимают к себе для того, чтобы добиваться нужного результата. Основные отличия, прошу прощения, вот, и основные преимущества каждого из них. То есть, в чем преимущество работы с крупной компанией? В первую очередь, все крупные компании дают гарантии. Они дают четкие финансовые гарантии, которые, там, закрепляются в договоре, вы всегда можете рассчитывать на определенную компенсацию в случае, если не получите нужного результата. Крупные компании имеют определенный уровень сервиса, то есть, они смогут вам ответить на ваши вопросы, даже если вот этого конкретного человека не будет у него возможности что-то заменить. Крупные компании имеют ресурсы для того, чтобы развиваться, для того, чтобы, там, идти на шаг вперед в поисковой системе, ну, на самом деле, в лучшем случае, хотя бы на шаг назад в поисковой системе, и предложить именно тот подход, который будет актуален и эффективен, там, в свете любых изменений, которые будут происходить. Вот. Но за все приходится платить, и, как правило, услуги компании, которые предоставляют, там, большой выбор инструментов, которые могут предложить хорошие налитики, могут предложить, там, какие-то определенные инновации, за это приходится заплатить дороже, чем если бы просто продвижением по нашим, там, десяти запросам занимался просто фрилансером. Но с фрилансерами тоже есть риски, и один из самых, наверное, показательных будет, там, был звонок партнера, однажды мне, нашего нового, с которым мы общались, вот, но я, естественно, задал вопрос, то есть, с кем он сотрудничал, работали уже раньше по SEO. Он говорит, да, был такой нормальный парень, мы с ним запустили один проект, два месяца проработал, там, авансовый платеж, там, за 4-й месяц, а потом, ну, что-то, телефон не отвечает, на письма не отвечает, что делать нам, скажи, клиенту, которые тоже что-то обещали, мы просто не знаем. То есть, тут вопрос надежности человека, и тут вопрос тех гарантий, то есть, как правило, если результат не добьется, с фрилансера вы, допустим, даже какую-то компенсацию в плане, там, финансового возврата вы вряд ли получите. Казалось бы, все вот эти риски должен закрывать штатный сотрудник, да, то есть, человека, которого мы наняли, который сидит здесь у нас, которому мы четко ставим задачи, которого мы полностью контролируем, но здесь есть тоже, как бы, обратная сторона медали, что во многих случаях стоимость такого специалиста была бы дороже и будет дороже, чем если, допустим, для решения этой задачи привлечь компанию. Просто потому, что у компании есть уже наработанные технологии, у них есть определенный подход, который позволяет сделать это дешевле, быстрее и проще, чем человек, который будет сидеть, который не факт, что обладает достаточным уровнем опыта и который не факт, что сможет справиться с теми задачами, которые перед вами стоят. И вот, вкратце, там, перед тем, как делать уже финальный выбор, нужно понимать, что в первую очередь, там, та компания специализированная фрилансер или штатной сотрудник, которую вы там, собеседуете, вот, они часто должны понимать ваши цели, они должны давать именно адекватные прогнозы и сроки, потому что, допустим, в силу сделать там четкий прогноз по трафику, который мы получим по этим 10 запросам, ну, как минимум, достаточно сложно. Начиная с того, что там трафик зависит от позиции поисковой выдачи, от частотности запроса, которую поисковая система дает там не всегда и далеко не всегда точно, вот, заканчивая тем, что иногда нужно применить те инструменты, которые выгодны не специалисту, а те инструменты, которые будут выгодны, там, для заказчика. Вот, классический тоже пример, контекстная реклама из SEO. Если клиенту нужны продажи здесь и сейчас, какой-то там пример поведения, то есть, нужно получить пешковую на старте, допустим, сайта, потому что затраты уже есть, нужно начать зарабатывать. И убеждать клиента в том, что SEO его спасет, но это будет через полгода, ну, как минимум, глупо, потому что данную задачу лучше всего решить именно контекст. Прозраченные гарантии, ну, и одна из самых важных, наверное, характеристик – это умение признавать ошибки. То есть, ошибаются на самом деле все, вот, и вся работа в интернет-маркетинге, там, SEO-опентексе состоит из длинной череды, там, пром, ошибок, определенного результата и определенного видения, как этот результат улучшить, там, и достичь большего. В принципе, у меня все, я буду рад увидеть на ваши вопросы. Хорошо. Это было бы замечательно. Я на самом деле могу понять этого клиента. Тут обратная сторона медали. А он готов к работе, которые, там, вы можете сделать? А, и он там говорит, что сайт мой, я за него заплатил денег, не хочу рисковать. Там, насправді, ціла команда людей, ну, я не буду казать, что за сайт, в принципе, неважливо. Они решили просуватись по первой категории запросу, они их сами выбрали, мне дали, ну, скажут, давай просуватись, но они мне, взагалі, никаких доступов не дали, и получается, мы, например, файл robots.txt в петра тижней дополняли. Титли, они прописывали тевтора месяца. Потом поехали, десь они все разом на отпуск. Было их там еще три тижни, и мы до этого часа не можем, а на двух скоринках зараз еще нет текстов. Через то, что напишут, они что-то там подивлятся, через тижень подписывают, мы их забраковали, давайте еще один. и, ну, ситуация тупикова. А тут... Ну, тут вопрос я бы, там, мог бы посоветовать, да, то есть перед началом любых работ нужно четко ограничить там круг ответственности, то есть, окей, вы по сайту там доступа нам не даете, я вам на самом деле могу ответить, я буду счастлив в таком случае, потому что мне очень не хочется иногда объяснять клиенту, почему, допустим, его сайт работал-работал, а сегодня упал, а там наш программист прописал редирект, короче, а у них там особая специфика того, как это работает, сайт просто, ну, нужно срочно чинить. Поэтому в данном случае это, на самом деле, хорошая, ну, то есть, сторона медали, самая лучшая. Ихня помолка в том, что им требованы фрилансы, компания. Им нужно в первую очередь тот подход, который решит их задачи. И вот в данном случае нужно просто четко сказать, окей, вы хотите результат, я вам сделаю там его через 3 месяца. Но эти 3 месяца будут только после того, как вы выполните те первоочередные требования, без которых начинать любую работу просто нет смысла. И когда они это будут понимать, и будут понимать, что они тратят деньги, допустим, за тот период, именно поскольку, там, в вине, что они не могут, там, эти несчастные талии, добавят. Тогда они, наверное, зашевелятся чуть резервее. Ну, еще таки, на рахунок гарантий фрилансера, ну, я сам фрилансер. Но, кстати, интересно было бы услышать. То есть, я не знаю своего опыта, может... Я просиваю только российские сайты, и только в Яндекс. У меня есть партнер, скажем, в Москве, он зарегистрированный как предприятие. И он, в принципе, заключает, вот, с некоторыми клиентами, он их там находить, ну, там, вроде, и он с ними заключает договор, и где им гарантия, что, например, если приходит три месяца, и за все запросы, которых нет в топ-20, мы сто процентов возвращаем. А я прошу прощения, как Вас зовут? Виталий. Вот, все, кто слышал, Виталия как австоп-фрилансер, к которому можно обратиться, если нужно продвижение в России. И... вопрос еще? Хорошо. Добрый день. Меня зовут Арман. Спасибо за презентацию. Следую вопрос. Я даю вопрос в качестве клиента, который, кто замовляет просто в собственное село. Мы провели какие-то исследования и по поисковой школах, которые мы смогли бы зацикавить. И дали заплаты село-компании. В том числе, ваша компания, ну, так или иначе, у нас сейчас уже запрещено договор с компанией, которая занимается оборудованием сайта, приблизно, они уже працуют месяц. У нас, специфика как бизнес в Би-Ду-Би, рынок лабораторной диагностики, там конкурентность очень низкая. То есть, вывести в ТОП, насколько я понимаю, насколько мне пояснили, как это занимается, нескладно. Я, по-моему, мог бы согласиться, но тут есть еще один важный фактор, который нужно обязательно принимать во внимание. Это ситуация с сайта на старте. То есть, если есть серьезные проблемы в плане, допустим, индексации страничек и тарифности перевинковки, то иногда результат можно добиться быстро, но нужно затратить много времени для того, чтобы устранить первоочередные проблемы. Я влазил, про это я хочу дать запитание. Просто, что я хочу сказать. У нас, домовленность с предпринимателем службы, мы платим только по факту попадания слова в ТОП позицию. Вам надо так что-то говорить. Спереди, так. Ну, потому что, у нас конкуренция очень невеликая. Но только такой подход, только слова в ТОП, мне не интересен. Мы думали, что он будет работать в пропозиции, чтобы досконально наш сайт, потому что я, будучи макетологом компании, прекрасно знаю, что сайт у нас очень и очень недосконально. Ну, я не маю сейчас возможности провести самостоятельно аудит этого сайта и, наконец-таки, самостоятельно визначити, в каких параметрах он проработал, и как сделать, чтобы ему украшить опыт. У меня вот вопрос. Уже месяц, с часу пройшло я проработаю подрядник. Как на вашу думку, этого часа достаточно достаточно, чтобы купить аудит сайту, чтобы дать свои попередние рекомендации щодо покращения сайта? А есть? Просто это еще такие пари, я еще хочу подчекать, они имеют где-нибудь месяц-два, я думаю, уже полный набор рекомендаций, если говорить о аудите и анализе, то есть, как минимум, несколько видов. И, как минимум, два из них, не то, что там можно, но их нужно сделать. Причем, не только после первого месяца, а еще задолго-долго. Начиная с аудита, который позволит определить самые грубые ошибки с точки зрения поисковых систем, так и с точки зрения юзабилити, который позволит определить и сразу устранить наиболее грубые ошибки сайта, плане взаимодействия с клиентом, который туда зайдет. Вот. Эту аналитику и эти аудиты стоит делать до начала вообще любых работ по сайту, потому что, тоже простой такой пример, вы привели на сайт 10 человек, у вас конверсия там 2%, из них 2 человека купили. если вы подняли конверсию, сделали аудит изобилити, внедрили, подняли конверсию до 3%, то с теми же затратами у вас будет 3 человека. То есть, если вы не сделали вот эти затраты, вы теряете деньги. вот. А касается, там, касательно результатов продвижения, да, то есть, аналитика, там, трафика, его качество, там, конверсионность и так далее, нужно потом проводить после того, когда мы увидим, что у нас, допустим, уже есть, там, хотя бы, там, 50-60% топ-позиции, то есть, мы понимаем, что уже какую-то посещаемость мы должны получать. Вот. И если в первом месяце эти результаты уже есть, то тогда, да, нужно проводить, как минимум, и аналитику связанную с посещаемостью. Еще запитание, у кого есть? Что там, назад, у вас? Вы просуете все сайты, а анализуете, на чем написано, что самописано, CMS, или... Готово. А, на самом деле... И как вы объясните клиенту, что вам нужно перейти на інший CMS? На самом деле, вы будете видеть, нам без разницы, какой сайт продвигать самописано, или джумла, WordPress, там, при условии, что сайт сделан качественно. Тут вопрос в первую очередь в том, допустим, есть ли у нас программист, который может разобраться в самописке и неси туда изменения. Если сайт сделан, в принципе, неплохо, мы говорим, окей, мы продвижением займемся, но вот все работы, которые будут касаться непосредственно внедрения тех заданий по сайту, то есть нужно лезть в код, что-то добавлять, изменять, этого сделать мы не сможем. У вас самописная CMS, обратитесь, пожалуйста, к человеку, который, собственно, ее написал. Второй вопрос. Вы рекомендуете первое на Индии? Опять-таки задача рекомендации другой CMS ложится не в плоскости, самописная она или нет, а ложится в первую очередь в плоскости, устраивает ли она вас, решает ли она ваши задачи, позволяет ли она делать то, что нужно, например, отслеживать заказ, какие-то функционалы, допустим, бэк-офиса, если она полностью у вас устраивает, то почему как бы от этого отказывается? А программисты, да, у нас есть, но, к сожалению, найти человека, который был бы там универсальным солдатом разобрался бы в любой самописке, я скажу на сегодня из своего опыта, это просто нереально. Спасибо большое за внимание. У нас же нет времени на запросы. Я на самом деле не ухожу. Я на самом деле не ухожу. Я на самом деле не ухожу.